очень некрасиво получается согласен но при не надо было согласен как снимать с помощью клея для грима можно создавать различные модификации например вытягивать глаза делая разрез глаз как у азиатов но это уже довольно сложный процесс в любительских театрах им не пользуются но клей очень полезен если нам нужно дополнить образ к примеру образ пьеро при создании образа пьеро мы накладываем в качестве основного тона белый цвет на кожу мы не будем полностью гримировать все лицо и так часть нашего образа уже готова и в самый уголочек глаза мы наносим немного клея для грима теперь мы берем самую обыкновенную стразу желательно среднего размера и прикрепляем ее в уголочек глаза при нанесении клея для грима и стразы у нас получается блестящий глаз со сцены смотрится очень естественно особенно издалека если михаил сейчас приблизится ближе к камере вы увидите что сразу очень хорошо видно как она наклеена но издалее она начинает бликовать и кажется что герой все время плачет но сейчас мы прибегнем к еще одной хитрости пьеро можно сделать плачущим еще одним образом например когда мы делали клоунский грим мы рисовали слезу если вместе где мы будем рисовать слезу очистить кожу нанести немножко клея и приклеить обыкновенную серебристую пайетку нас получается вот такой вот плачущий пиро теперь вокруг этой пайетки осталось лишь нарисовать слезинку черным цветом как известно на сцене нужно снимать все бликующие вещи и крестики цепочки кольца чтобы ничего не бликовала но именно для этого героя можно сделать исключение итак дорогие друзья вы видите что наш пиро стал плачущим если он будет поворачиваться на сцене капелька будет бликовать и это создает тоже определенный антураж если у вас нет страз также в уголок глаза тоже можно наклеивать пайетки блестящие желательно серебристые они создают ощущение плачущего человека ну а стразы также можно использовать поверх бровей для того чтобы создать например у снежной королевы образ такого холодного блестящего глаза для данной модификации мы использовали самую что ни на есть обычную серебристую пайетку самые обычные стразы но они не совсем обычные стразы сваровские они хорошо блестят на сцене ну и красную стразочку я взял для примера потому что для характерных злых персонажей можно также усугубить глаз чтобы он блестел таким ярким красным цветом наклеив его также на кончик глаза еще одной интересной трансформации с помощью гумуса или того искусственного гумуса который сделали мы может быть довольно характерная черта такая как шрам на лице ну например в спектакле зимы не будет у героя тощего был сделан шрам по лицу с помощью только лишь нанесение грима синего и бордового цветов но если вы играете в малом зале и рядом с вами находится зритель вы хотите сделать фактуру у раны то ее можно сделать с помощью вот такого гумуса делаем острым предметом до зубочисткой или как я вот иголкой делаем разрез такой разрезик появился углубление в которое потом будет вкладываться часть грима для начала мы наложим общий тон чтобы наша искусственная часть тела прижилась к лицу как раз та часть которую мы прочертили внутри нашего гумуса осталась не закрытой общим тоном именно в нее мы теперь начинаем накладывать синий цвет после нанесения синего цвета мы придаем фактуру бордовой краской лучше всего это конечно делать растушевкой или же с помощью зубочистки по краям наши раны мы наносим бордовый цвет дабы показать раздражение кожи и завершаем создание образа продолжая эту рану уже то место до которой она у нас тянется синий и также бордовый который потом растушевывается исходит на нет вот так вблизи не очень красиво выглядит это наша фактурная рана но она очень яркая естественно когда мы наложим пудру у нас фактура приобретет непосредственно тот вид который нам нужен если нанести общий тон на все лицо и скрыть полностью основной цвет лица героя то будет абсолютно незаметно что в какой-то части лица у нас появился вот такой вот инородный объект ну а синяк под глазом лишь добавляет естественности этому порезу вы можете добавить чуток искусственной крови которая будет капать или чуть больше красного цвета в общем делайте все на что гораздо ваша фантазия хочется сказать что такой грим конечно не всегда требуется артистам это очень характерный грим накладывать его довольно сложно это кропотливая работа конечно выполнили ее очень быстро можно было сделать все еще более аккуратно но порез смотрится прямо как настоящий после спектакля это все можно легко удалить одним движением руки но вот делали делали и все уничтожили друзья надеюсь вы поняли что модификации тела при помощи гумуса с помощью клея пва или обычного клея для грима усов бачек стразочек и всего чего только можно придумать это абсолютно творческий процесс здесь все ограничено лишь пределом ваших фантазий но создать какие-то характерные основные интересные черты для ваших героев вы всегда сможете просто не нужно этого бояться друзья в этих роликах мы попытались рассказать вам об основных направлениях в нанесении грима основного тона и рассмотрели с вами несколько самых популярных образов настало время ответить на те вопросы которые в течение полутора месяца приходили к нам в личку один из них что делать если грим наложен неправильно на этот вопрос ответит елена мы очень мучились с ее гримом когда накладывали и клоунов и ведьму и постоянно что-то переделывали лен рассказывай как мы это делаем на самом деле ничего страшного в том что вы ошиблись нет чтобы исправить вашу оплошность достаточно просто взять ватную палочку немного крема снять тот контур который вас не устроил по каким-либо причинам далее вам нужно наложить основу нарисовать ту линию которую вы стерли припудрить и вот и все сразу заметим что запудривание происходит исключительно на финальной стадии наложения грима следующий вопрос касался кистей которыми наносится грим мы наносим грим обычными растушевками иногда прибегаем к помощи зубочисток ватным палочкам но михаил делал это особенным образом колонковыми кисточками многие спрашивают почему нельзя использовать белку дело в том что белка очень мягкая и жировой грим она нанесется огромным трудом а колонок это идеальный материал для жирового грима потому что он и не сильно жесткий как щетина и не сильно мягкий как синтетика приобрести колонковую кисточку вы можете в любых художественных магазинах в некоторых роликах можно было заметить не совсем ровно наложенные контуры например контуры глаз у елены как нам написали в гриме ведьмы были не совсем ровные на самом деле это не так страшно даже если контуры не ровные на расстоянии нескольких метров это уже незаметно к тому же мы не будем забывать что когда мы наносили грим мы его не припудривали вам достаточно просто припудрить глаза и это неровная линия будет заметна какую выбрать пудру естественно она не должна быть такая которую мы используем в повседневной жизни для этого применяются специальные театральные пудры современная палитра театральной пудры насчитывать не менее 8 разных цветов если вы играете молодого героя тогда необходимо припудрить грим белой пудрой играйте старого персонажа берите кофейные оттенки а если играете молодую прекрасную девушку тогда берите розовый цвет пудру можно приобрести в интернете стоимость сейчас варьируется около 800 рублей за одну банку пока лена ищет очередной вопрос отвечу на тот который интересовал многих неужели обычную косметику нельзя использовать при нанесении грима безусловно можно и дамы обычно к этому прибегают особенно когда играют на малых сценах но любая декоративная косметика не может составить конкуренцию театральному гриму а я зачитаю вопрос от нашего актера звучало примерно так научить рисовать онлайн я считаю нереально я даже знаю от кого прозвучал этот вопрос онлайн мы можем только лишь рассказать об основных направлениях и о том как делается грим но по сути это самый настоящий художественный процесс чем больше вы сами на себя накладываете грим учитесь ему и набиваете руку тем он будет интереснее и в конечном итоге можно научиться накладывать его профессионально главная практика на финальный вопрос который прозвучал еще после второго выпуска почему мы говорим о гриме только для любительских театров неужели в профессиональных театрах он иной во первых в профессиональных театрах существуют гримеры и постижеры а образ создается художниками во вторых в профессиональных театрах используют дорогостоящие материалы для объемного грима а пластический грим и вовсе может достигать стоимости от 1000 рублей его легко можно приобрести в интернете но к сожалению любительские театры себе такого позволить не могут поэтому мы пользуемся заменителями о которых как раз таки и говорили а в таких дорогостоящих проектах как балл вампиров нотр-дам-де-пари и кошки грим наносят профессиональные художники по заранее разработанным образом но актерам любителям грима не нужно бояться а наоборот нужно его стараться максимально использовать потому что он может дополнить образ на протяжении последних 10 лет в спектаклях тюза часто использовался грим чаще всего тот который мы использовали во втором выпуске старческий использовался также объемные грим мы клеили усы бачки и иногда прибегали гриму травматическому а в одном из наших последних спектаклей русалочка грим для подводных героев разработала светлана ивакина помощник режиссера и художник по гриму в ивановском драматическом театре конечно теперь этот грим ребята накладывают сами у них были сделаны фотографии как правильно делать этот грим он немножко видоизменился с течением времени но тем не менее светлане иване мы очень благодарны за подаренные нам образы образы о которых мы говорили самые распространенные но их бесчисленное количество и конечно к этой теме мы обязательно еще вернемся дорогие друзья настала пора прощаться мы были рады поделиться с вами нашим опытом и надеемся что он вам пригодится ждем вас на наших спектаклях до новых встреч всего доброго дорогие друзья вы можете приобрести современный клей